еду я на новое место бурения почти уже подъехал даже подъехал осталось тут 100 метров далековато очень рано стал сегодня жду заказчика сейчас он подъедет у него ключи от ворот от снт ну надеюсь здесь будет песок есть сосны и по всем предположениям которые я делаю здесь должен быть песок поэтому сегодня я пойду двух лопастным очень широким буром может быть понадобится и замываться кмц и параллельная обсадка а вы находитесь на канале скважина от лешего и с вами был от леший здравствуйте мои друзья бурится будем вот на этом участке это пока временный домик здесь будет строиться большой дом и предварительно люди хотят воду прибором определить что вот здесь водонос находится хороший будем здесь и бурить прямо туда вниз копаю электричество мне дали заказчик сам уехал вот здесь протекает такой ручей с которым мы будем воду и брать вот здесь он так и течет долю участка замечательно но предположительно еще кстати к такая же была вообще замечательно было бы может атака но есть начинаю копать зов потом все остальное сегодня хоть погода у нас нормально не жарко во первых тоже очень хорошо никакие мошки комары и все остальное след не как летом не летают не кусают и дождик пока ехал был сейчас тоже нету это тоже очень радует что без дождика надеюсь он не пойдет успеем пробуриться до дождя ну вот я уже наполняю зуб 5 кранов кротовых нор было пришлось затыкать тряпками надеюсь поможет кротовые норы это большая проблема у нас нас набирается местной бореть вот буквально метр где-то чуть длинки было чуть пробурился и на полметра сангусами упали начался песок поглощение сухой песок входит надеюсь не кротовые норы но накручу вторую стамбур ну кротовые норы вроде держит тут поцелуй поседона не произойдет его штанги сами пошли просто сами падают просто автоматическое бурение теперь пусть замывается да происходит печалька не штанг закручивается просто пошел вот такой песок это сильно железом сверху не обсадишься потому что идет вот такого цвета вот он и он вот не цвета тоже не нравится хороший песок но по цвету он вода из него уходит и он окисляется вот если бы он был такой как здесь который сверху шел это еще радовало бы и вот вот такой был бы вот вот это шел сверху поглощение хорошие но из него вода уходит он окисляется и на это не обсадишься обсадишься но у людей вода пропадет а сейчас идет вот железом вот такой более мелкий но железом вот одеваться уже 6 метров земле наверно надо идти ниже не наверно надо идти ниже идет открытие вода носа что сделал друзья я все-таки обсадился на 5 метров до этого черного песка и правильно сделал вода стоит там при ямке чтобы у людей была вода без железа замерил статику стать вообще 20 сантиметров от уровня земли кессон здесь не получится либо пластиковый кессон который не затопляется обсадился на этот песок выдает 400 литров в час но чистой чистейшей воды и прокачивал попробовал на вкус на блук конечно еще на анализ давать людям 400 литров в час кстати к минус 20 сантиметров всего лишь поэтому воды им хватит так как времени у меня предостаточно и стать к всего лишь минус 20 сантиметров я наверно проведу эксперимент у меня стоит полметровый фильтр полметровый фильтр ставил боялся что статика здесь низкая сколько нет динамика и скважина начнет цеплять воздух но так как статика позволяет нам поэтому сейчас я метровый фильтр туда обсажусь размою и засуну метровый фильтр посмотрим как изменится дебит скважины эксперимент а то многие говорят дебит скважины за счет длины фильтра не меняется да друзья мои эксперимент не удался не в том плане что это я не смог достать трубу никакие гидроудары труба все вверх уже не идет ни обратная промывка оттуда вообще ничего не выходит при обратной промывке не смогли сдвинуть с места и и так зажало песком что она просто не поддается то есть прилагать усилия то соответственно мы просто фильтр оборвем но при этом при обратной промывке куда вода ушла у нас дебит увеличился 750 литров в час на полметровом фильтре так что обратной промывкой мы увеличили дебит скважины так сейчас делаю гидроудар потом сделаю еще одну обратную промывку закачаю воду она оттуда вообще не выходит она в водонос входит размою там все и еще попытаемся увеличить один эксперимент не удался с фильтром длинный фильтра зато новый эксперимент удался с обратной промывкой скважина увеличил свой дебит песок этот мне конечно своим видом пугал очень-очень рыжий но при такой статистике он не может вода не может уходить мы по традиции мы умываемся очень вкусно вода замечательно так что друзья еще две промывки сделал 857 литров в час гидроудар почему не получается потому что статика всего лишь минус 20 сантиметров соответственно вода туда ну так она не падает хоть пять метров у нас на землю оставлено пять с половиной но вода туда не падает не размывает вокруг фильтра ничего поэтому очередной прокачкой мы размываем фильтр вокруг него все размываем ну и соответственно со временем скважина это увеличит свой дебит я думаю что она здесь тонну 200 будет выдавать со временем водичка уже чистенькая бежит еще песочек присутствует ней прошло еще немного времени а я начинаю пока собираться время уже час дня а приехала сюда к десяти ну вот теперь у человека будет вода поздравляю его с этой водичкой чистенькой водички без железа по крайней мере на вкус она без железа не стал я обсаживаться на тот песок может там и но он мелкий был может там ниже был бы покрупнее песок но я думаю что чистая вода людям с таким дебитом важнее а вы были на канале скважина от лешего и с вами был от леша оставайтесь со мной ведь дальше будет еще интереснее а а Субтитры создавал DimaTorzok